А члены молодежного правительства КОМИ, инициатором негосударственной организации, выступил глава региона, теперь закреплены за государственными министерствами. Задача выработать у участников проекта управленческие навыки на практике. Евгений Иршов познакомился с молодыми политиками. Член молодежного правительства Олег Тулубенский рад, что его закрепили именно за Министерством образования, науки и молодежной политики. Говорит, одно дело познавать деятельность министерства со стороны, другое – быть частью механизма. Тем более у активиста есть, что предложить министру. Одним из предложений будет мониторинг реализации молодежной политики в регионе, ну а также различные образовательные проекты. Возможно, запуск школы молодого политика. В качестве профориентации будут набираться участники этой школы, мы будем проводить образовательную программу. Заместитель председателя правительства КОМИ Наталья Михальченкова за круглым столом с членами молодежного правительства откровенно расставляет первоочередные акценты. А именно за короткое время продумать, создать и реализовать единый молодежный портал. Мы должны между собой и сами договориться, как мы это и куда размещаем, друг друга снабжая информацию. Потому что у нас еще с вами есть АИС «Молодежь России», который тоже для нас является частью выгрузки. И у нас получается воинформ-ресурс. И пусть потом с нами договариваются, СМИ, как брать новости и на каких условиях их использовать. К слову, деятельность членов молодежного правительства не будет ограничена мероприятиями только одного министерства, которому они закреплены. Ребята могут участвовать в проектах и по другим направлениям. Они видят какие-то особенности, которые не учтены и, может быть, недостаточно доработаны в Республике Коми со стороны молодежи, их молодежными глазами. И они будут давать свои предложения, естественно, просить помощи и в совместной деятельности эти проекты будут реализовываться. Временные стажировки у ребят в органах власти уже были в прошлом году. Так сказать, для знакомства, понимания функций и всех процессов внутри ведомства. И сейчас, по результатам полученной информации, предпочтения ребят, членов молодежного правительства, как раз и закрепили за различными министерствами. Продлится своеобразная практика до мая 2018-го. Евгений Иршов, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывкар.